видов борьбы потому что здесь они одеты в таких длинные сапоги ну в общем это еще композиция дополняющие вот общее представление общее представление о борьбе вольного стиля и сам давайте дальше пройдемся вокруг так сказать мы уже практически завершаем обход всей композиции вот и подойдем поближе сейчас чтобы было нам понятно все-таки по объему какая насколько большая эта композиция я сейчас попробую подойти вот и как-то понятно мой рост метров 80 очень большая по объему по размерам вы видите все скульптуры какие монументальные показывающие их всю мощь и силу борьбы вольного стиля самбо самозащиты без оружия конечно скульптор салават щербаков очень постарался и те кто соавторы этой композиции здесь видно очень очень видно как все тонкости вот лиц и вот мужественных стремящихся преодолеть какие-то сложности которые наверное встречаются на их пути вот ну а вот бросок мельницы кстати один из таких красочных динамичных приемов не только борьбы самбо но и других видов борьбы и хочу как я уже говорил что один из моих учителей илья лазаревич цыпурский вот был любителем применение такого приема своих соревновательных поединках когда он выступал вот кстати мы попробуем с ним связаться на днях и может быть сделаем тоже небольшой репортаж по поводу вот этого памятника этого монумента вот и давайте еще раз мы посмотрим вот на композицию вот эту и немножечко может быть поговорим об этом и так еще раз вот наверное все таки я немножечко ошибся и скорее всего тот кто сидит вот сейчас я подойду поближе тот кто сидит вот я рядом стану это скорее всего василия щепка да потому что потому что этого щепка почему я так понял по голове лысая голова да и вот много записей потому что на самом деле когда я читал тот труд который выпустил алексей горбылев то в нем говорилось что ащепков очень много материала им было переведено записано из того что он привез с собой из японии вот и здесь вот этот показатель это тетрадка и ручка очень много было материала им перевить еще раз повторюсь переведено поэтому вот это василий ащепка вот я с ним рядом стану видно взгляд целеустремленный мыслящий и как мне кажется все таки львиная доля того что сегодня есть самбо это конечно верно ащепку принадлежит хотя опять таки личность неординарная много чего наверное закрыто еще от нас из его истории но любом случае он нес очень большой вклад культурное достояние всего мирового сообщества не только советского союза или россии но вообще культурное достояние всего мирового спортивного и просто общечеловеческого наследия и так вот этот человек это скорее всего скорее всего вот я так думаю в Харлампе хотя я могу ошибаться вот к сожалению к сожалению я сейчас попробую найти может быть под снегом или где-то написано кто это ну в этой форме это форма самбо уже я тут четко вижу это куртка самбо да если у ащепкова явно это форма дзюцу то у Харлампева все таки да это форма куртка самбо но все таки штаны от кимоно дзюдо не знаю по какой причине но вот так сделано тоже вы видите композиция так сказать достаточно мощная и здесь я так думаю что здесь показано как будто бы Харлампев как-то дирижирует дирижирует вот тем броском мельницы которые выполняют центральная композиция этой скульптуры и вот давайте мы посмотрим вот я сейчас немножко камеру еще разверну это вот та композиция ой не композиция а вот тот человек который стоит это сейчас я подойду к нему поближе это спиридонов наверное вот мы немножко здесь форма уже такая военная мы видим кирзовые сапоги или хромовые сапоги такая пояс военный военная рубашка я так думаю что это спиридон ну единственное конечно вот не хватает вот этих вот табличек чтобы понять кто же все таки это здесь написано что скульптура основоположником борьбы самбо ну опять таки где она эта надпись и почему вот было бы было бы наверное так более информативно если бы здесь было бы написано что это спиридонов это ощепков и там стоит Харлампев а давайте мы посмотрим сейчас может быть эта надпись есть вот здесь где-то за снегом за Порошино я сейчас попробую посмотреть что есть ли какая-то надпись вот здесь нет здесь я не вижу никакой надписи надпись 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 вот так что вот такой сейчас я сейчас я еще заканчивая свое выступление да немножечко подальше камеру отодвину заканчивая свое сегодняшнее так сказать выступление заканчивая исторической скульптуры посвященной основоположнику борьбы вольного стиля самбо скульптуры скульптуры что есть но всех любителей профессионалов борьбы самбо всех кто изучает и практикует боевые искусства я поздравляю с таким памятником конечно же он должен был быть сделан уже много-много-много десятков лет назад но как говорится и на этом спасибо история увековечена в бронзе в металле с вами был Роман Карасьев и вы смотрели видеоканал планета дзюдо до свидания до свидания